Цель человеческой жизни полюбить или духовно старших, или Бога, или святое место. Ну то есть все, что связано с Богом, надо полюбить. Чтобы Ему полюбить, надо об этом думать, служить этому, заставлять себя ходить в храм, общаться с теми, кланяться святыне, то есть заставлять себя служить. И чем больше человек служит кому-то, тем больше он его любит. Ну представьте, допустим, мы взяли кошечку какую-то, да? Такая противенькая какая-то, больная на улице. И вы начинаете ей служить, заботиться, ее как бы лечите там и так далее. И потом постепенно вы начинаете замечать, что она очень хорошая. Она такая мурая, такая м-м-м-м. То есть из нее исходит любовь. И вам нравится эта кошечка, вы говорите, моя кошечка, никому не отдам. Любимая. Но кошечка нас о памяти, о нашей судьбе не спасет. Ни кошечка, ни муж, ни сын, ни начальник завода, никто не спасет. Потому что все они находятся в той же самой памяти о себе. Ну то есть утопленника, утопленника не спасают, понимаете? То есть и сам себя за волосы из болота не вытащишь. Нужен такой человек, который помнит не о себе, а о том, что вытаскивает его из вот пуд судьбы. И такой личностью является наставник. Или святое место. Или святой человек с иконой. Даже, допустим, его не видишь живьем, но ты думаешь о нем и контактируешь рано или поздно с ним. Или сам Господь, допустим, изображение Бога, если это принято в духовной традиции. Допустим, в мусульманске не принято поклоняться изображению, поклоняются книге, в священном писании думают о книге, думают о святом имени Бога. А думают о святых местах, принято изображение святых мест. Ну то есть другими словами, как оформлено это понятие святости в вашей вере? Таким путем и идите. Он, несомненно, даст победу, потому что, когда вы святость будете чувствовать, как свою любовь и жизнь для нее, счастье приносит святыни, а не себе, тогда судьба человека начинает сгорать в этот момент. Ну то есть настолько сильно человек наполняется энергией счастья от Бога, настолько сильно, что его события, вот эти сильные жизни, которые у него есть, они начинают таять, их сила в сердце тает. И человек уже спокойно к ним относится. Вот, допустим, приведу пример. Представьте, от вас только ушла жена. Он говорит, ааа, вам невозможно это вытерпеть, вы его вспоминаете. Не успеешь уйти, я бегу за тобою, чтобы во сне не растаял твой след голубой. Вот такая любовь, такая беда, когда тебя нет, ты со мной всегда. Да, вот, понимаете, то есть, но прошло три года, и он такой, как бы, все, забыл, спокойно в сердце. Он до этого страдал, а сейчас спокойно стало в сердце. Вот запомните, это спокойно можно получить просто, думая о Боге, за пять-десять дней. Не надо три года мучиться. Понимаете, если человек начинает служить Богу, думает о нем, и отвлекается от своих страданий в результате молитвы, служения в храме, в результате заботы о тех, кто верит в Бога. То есть, чем ближе ты к Богу, чем больше себя, свое служение ему отдаешь, тем больше ты получаешь от него назад что? Эту чистоту, какая у него есть, чистоту. И вот эта чистота, когда ты ее получаешь назад в свое сердце, она гасит пожар твоих страданий. То есть, у тебя в сердце горят страдания, они гаснут, гаснут, гаснут. Вот это такое, а все нормально у меня, все спокойно. Это значит, что первый круг жизни, страданий преодолен. Да? Победил ты его. Первый круг. У меня был такой замечательный пример. Такой один молодой человек, такой очень волевой, пришел ко мне и говорит, «Алигий Геннадьевич, у нас семья, моя жена с ребенком ушла от меня». У меня были ошибки определенные. «Я хочу, чтобы вы меня били этим путем и сделали так, чтобы она вернулась». Ну, конечно, я так сделать не могу, сделать он может только он, а я могу просто быть проводником. Как знаете, вот этот вот на машине едешь, там, GPS, да, показывает дорогу, здесь пробка там красная, надо туда повернуть там. Ну, то есть, я могу только так. Я ему это объяснил, он говорит, нормально, пойдет. Он говорит, давай, куда ехать? Я не знаю, они к дороге вообще не знают. И мы с ним поехали. То есть, я ему говорю, вот сейчас никуда не надо ехать, надо молиться, думать, слушать голос святого человека, или хора там, или кого-то еще, и через звук пытаться так же настраиваться, как они, через звук постепенно, 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 в сердце сделать спокойствие. Он говорит, сколько на это время может понадобиться? Я говорю, ну, месяцочек. Он говорит, ну ладно, я когда успокоюсь, я буду каждый день по многу часов вот так делать, слушать голос, настраиваться, молиться, забыть про себя, служить им, кланяться святыми. И постепенно я надеюсь, что я успокоюсь. Я говорю, вперед, добрый путь. И он пришел через какое-то время, говорит, я спокоен, все, у меня спокоен. Я не знаю, это хорошо или плохо, у меня жена ушла с ребенка, у меня спокоен. Я говорю, хорошо, вы же не то, что их забыли, просто вы начали обладать собой. То есть, вы, это ваше спокойствие не означает безразличие, а означает, что вы верены, что все будет хорошо, что она вернется. Он говорит, так и есть. Я, говорит, молился и почувствовал в сердце, что все будет хорошо, что она вернется. Поэтому я успокоился. Это первая стадия побед над судьбой прошла. Я говорю, замечательно, поздравляю вас, прошли первую стадию. Говорит, теперь что дальше надо делать? Я говорю, дальше надо делать следующее. Вам надо теперь опять так же слушать голос святого человека, молиться так же, как он, настраиваться на звук, пытаться жить его жизнью, стать вне себя. То есть, его жизнь, ему кланяться, о нем думать, или о святыне какой-то, думать, вот вместе с кем-то повторять молитву, чтобы сильнее было, не в одиночку. И достичь того, что в мыслях, когда ты уже вспоминаешь, как ты беседуешь с ней, как ты с ней разговариваешь, чтобы у тебя не было обиды, чтобы ты с ней разговаривал в своем уме без обид. Потому что, как бы, обычно как? Она бросила, ты ей звонишь. Она говорит, как у тебя дела? Все хорошо? Как ты там уже нашелся для кого-нибудь? У тебя все нормально? У меня все нормально, я тебя нашел. И он такой... Рубку кладет на там. Он не может вытерпеть такое предательство. Ну, то есть, человек в другом мире уже, в другой реальности живет, близкий, он уже забыл все, у него нет чувств, нет родственных отношений. И вот задача заключается в том, чтобы в этой ситуации не волноваться, а почувствовать, что все будет хорошо и простить, принять вот эту вот несправедливость, которая в беседе приходит от близкого человека. Он такой почесал реку, говорит, ну это тяжело. Я говорю, ну а ты думал, что ли, косыть бы побеждать. И он пожалуй говорит, ну я если смогу, я приду назад, не смогу, не смогу, что делать. Смог, пришел назад, говорит, все, я говорю, не обижаюсь, принял все. И говорит, знаете, я даже понял, что это я виноват на все. Вот на этой стадии второй человек реально понимает, что он уже, он приходит в эту точку, что он сам во всем виноват. Приходит в эту точку, знание приходит ко мне. Он говорит, я сам виноват, поэтому чего обижаться. Говорите, что дальше делать. Сильно оказался человек, необычный. Я удивился, что он второй круг прошел, понял, что он точно вернет жену. И говорю, теперь следующий этап такой. Вам надо опять начать молиться, чтобы подготовить себя к тому, чтобы с ней начать общаться. Он говорит, так я с ней и так общаюсь, я хожу там, вижусь с ребенком. Я говорю, да нет, говорю, общаться надо не так. Надо общаться по-дружески, как будто ничего и не произошло. Все хорошо. То есть надо чувствовать себя достойным в отношениях с ней и по-дружески, по-доброму к ней себя вести, понимая, что это твоя судьба через нее действует. Она ни в чем не виновата. И он, когда это сделал, говорит, что дальше делать. Я говорю, а дальше надо просто ей звонить. И говорит, как дела там, с Новым годом, погода сегодня хорошая. Никаких серьезных мероприятий, никакой философии, никакой совести, а просто вот по-дружески звонить, общаться, советы давать. Дружить, короче. Стань ее другом. Он говорит, ну, хорошо, я уже чувствую, что несложно. И начал ей звонить, общаться, дружить с ней. Он говорит, что дальше? Я говорю, а дальше ничего. Теперь надо ждать. Он говорит, ну, это самое трудное. Я говорю, ну, вот теперь дружи, жди. Он говорит, а что ждать-то? Я говорю, а жди, когда у ней там расколбас начнется в тех отношениях. Он говорит, а что начнется? Я говорю, обязательно. В этом мире не бывает вечного счастья. Всегда, везде страдания возникают в современном. И так как он с ней дружил, 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 она начала с ним советоваться, как себя с этим человеком вести. И он по лекциям рассказывал ей, как надо правильно себя вести, вот советы давал. И потом в какой-то момент она, он говорит, так вот все, пошла советоваться, все. Это у нас все по плану было. А потом... Я коварный? Ну, вот какой есть. У нас все было по плану. Возвращал мужа назад в семью. Это воля Бога, то есть я действовал правильно. Вот, пытался сохранить семью. Всегда нужна стартерия, конечно, во всем какая-то. И потом дальше мы ждали чего с ним? Что она должна прибежище у него начать искать в тех отношениях. И это будет как раз вот тот момент, в который как бы уже все вернется назад. Ее чувства должны в этот момент вернуться по нашим планам. И она в какой-то момент прибежала, говорит, у нас конфликт, можно я у тебя здесь побуду? Он говорит, ну побудь, может приготовишь тогда уж, раз прибежал. Она начала готовить. И потом решила, что останется еще на денек. И потом уже назад не смогла пойти уже все. Осталось совсем. Так она вернулась, потом начала слушать лекции. А потом пришла ко мне вместе с ним говорить спасибо за то, что семью сохранили. Вот такая история. Вот и сказке конец. Кто слушал, молодец? Нет, как бы это нормально. Это не сказка, это правдивая история. Но в вашей жизни может быть не так все радужно. Все разные ситуации бывают, непреодолимая карма, человек не возвращается. Но зато победа всегда дает победу. Если девушка, допустим, победила свою судьбу, а он не вернулся, то Бог дает другого. Ну, знаете, у Бога мужиков завались. То есть, нет, как бы, вообще никаких проблем. А? Да, у него завались мужиков. Не дает, потому что не заслужила пока. Вот так надо размышлять. А не то, что, типа, у меня, мне, я не могу найти город Пермь слишком маленький. Нет, как бы, причина не в этом. Причина в том, что пока вот не заслужила, и все приходит со временем. Печали до радости рукой подали. То есть, все побеждает человек свою судьбу. Самый лучший способ побеждать судьбу – это молитва. Давайте потренируемся. Я вам сейчас расскажу практически, как это делать. Чем отличается голос разума от голоса ума. Как человек в молитве должен жить. Как нужно понимать стадии этой молитвы. На какой стадии ты находишься. Как это все работает. Интересно нам? Можно молитву совмещать с лечением. Если человек сидит неподвижно в каком-то положении тела, то эти положения тела разные. Они также обладают разной силой. Например, если человек стоит просто вот так стоит, то он вырабатывает терпение. Допустим, он на работе нетерпеливый, всем советы дает и не знает, как от этого избавиться. Всех мучает. Должен стоит читать молитву, выработать терпение. Когда человек стоит, молится, вырабатывает терпение неподвижно. Когда человек стоит на коленях, он вырабатывает принятие. То есть на коленях, когда человек молится, он принимает судьбу, свою жену, допустим, своих детей, какими они есть, принятие. Когда человек садится на ягодицы, молится вот так, у него самое низкое положение, то в этом время он успокаивается, у него твердая внутренняя позиция становится, и он пробивает судьбу своей воли. Становятся волевые усилия, воля концентрируется у него. То есть у него волевая позиция такая внутренняя. Называется поза алмаза, то есть он пробеждает судьбу, пробивает. Дальше алмаз, как мы знаем, на конце сверла всегда, да? Алмазные сверла самые сильные, они глубже всего прорезают внутрь. Дальше следующее положение тела называется поза бабочки. Вот две ножки вот так вот. Мы говорим положение, при котором человек молится, сильной позиции. Две стопки соединили, две коленки вот так прось, и спина еще и полусогнутая. В этом положении человек очищает себя. Очень полезно девушкам, когда у них половые инфекции, и парням, когда у них слишком сильное вожделение, когда как бы хорошо едет, дом стоит. В это время надо сесть в позу бабочки и как бы успокаивается психика, человек успокаивается, он ему легче становится. Вот. А девушки лечат бесплодие таким образом, у них тоже энергетика начинает двигаться нормально, потому что, ну как бы, у женщины половая энергия плохая, она идет в болезни, а у мужчины идет в вожделение. Значит, дальше следующее положение тела такое, то есть можно одну ногу закинуть на другую, а если, допустим, ты потренировался с инструктором, можно и две закинуть. Да, человек вот так вот две ноги закидывает, или одну хотя бы, это называется поза лотоса или полу-лотоса. И предназначена она для усиления концентрации внимания. Человек становится очень внимательным во время молитвы, когда он сидит вот в таком положении. Запомнили эти положения? Другие положения малоэффективны. Вот по-турецки, если сидеть, там нет концентрации, нет силы. Вот каждое это положение тела, если долго сидеть в нем, оно проходит четыре стадии. Первая стадия – все тело затекает. Обычно на этой стадии люди пугаются, меняют положение тела. Но если человек привык уже к таким статическим упражнениям, он может попробовать дойти до второй стадии. Вторая стадия называется жар. То есть человеку становится жарко после, на второй стадии. Третья стадия – это мурашки или онемение. В теле у всех по-разному. И четвертая стадия – легкость. Когда человек до легкости доходит, то он побеждает какие-то хронические заболевания в это время. То есть его психические каналы пробиваются полностью. То есть сначала они втыкаются в преграду, и возникает затекание тела. Втыкается психическая энергия. Тело затекает. Нарушаются функции. Вторая стадия – пробиваться психическая энергия. Начинает жар появляется. Третья стадия – она начинает продавливать каналы, и в результате возникает онемение. Такие иголочки. То есть она уже пробилась, она уже пошла, и иголочки начинают двигаться по телу. Четвертая стадия – легкость. Когда легкость пришла, значит, можно уже поменять положение тела. Не советую сразу проходить все четыре стадии. Только несколько месяцев тренировки дадут вам возможность постепенно это делать. Понятно? Иначе вы можете перегрузиться. Это моя знакомая девочка пришла. По времени, когда все четыре стадии проходят, обычно от 30 до 60 минут. Затекание обычно 10 минут и затекает уже тело. Но лучше всего менять одно положение на другое. Вот эти сильные положения тела, можешь одно, потом второе, третье, по очереди. Вот пожилые люди меньше терпят, более молодые больше могут сидеть. Ну, как бы, идея такая заключается в том, что когда человек сидит неподвижно или стоит неподвижно, то включается разум. Когда человек начинает двигаться, работает ум. Время молитвы может работать ум или разум. Когда человек молится и работает ум, то в это время он решает сложные задачки жизни. Ну, допустим, он молится, молится и ходит в это время. Что происходит? Он контактирует с Богом, и у него включается ум, и ум выбирает правильный способ жизни, поведения. Понимаете? То есть решаются проблемы. Когда человек неподвижно сидит, молится или стоит, то в это время он пробивает судьбу. То есть он не понимает этого сам, но он глубже, 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 глубже входит в контакт с Богом. Ну, то есть когда человек двигается в время молитвы, он ищет решение в том, что он имеет. Ну, то есть он лучше понимает свою жизнь. А когда человек неподвижно молится, то он получает то, чего он не имеет. То есть он получает то счастье, которого раньше у него не было. Слушайте теперь. Про себя молиться — это деятельность ума. Она не побеждает судьбу. Допустим, вы в трамвае едете, можете про себя молиться. Но если вы наедине с собой, лучше молиться вслух. Когда человек шепотом молится, он получает от Бога энергию любви, привязывается к нему. Когда человек громко читает молитву, он получает силу от Бога. Ну, то есть способность как бы задолить судьбу, побеждать ее, дается сильный, громкий голос. А способность любить, прощать, принимать дает тихий голос. И та и другая молитва очень эффективная, но она по-разному действует. Для тех, кто начинает молиться, лучше молиться громче, сильнее будет. Но есть определенные обстоятельства. Если рядом с вами родственники, то знайте, как бы вы ни молились тихо или сильно рядом с ними, для них это будет ужас. Я объясню, почему. Потому что у разума есть три стадии сознания. Разум может деградировать. То есть человек хуже и хуже становится. Он как бы становится все хуже, характер у него деградирует. Это невежественная жизнь. Разум может зацементироваться и ничего не желать менять. Это жизнь из страсти. Все люди в основном живут с зацементированным разумом. Они боятся, когда люди делают что-то не так, как все. Для них это вызывает страх. Он говорит, что ты делаешь? Иди вот делай, как все. Что ты такой? Зачем тебе сидеть тут молиться? Ты что там? Наслушался лекции? Этого сектанта? Летинадьевича? Я же тебе говорил, что он сектант. Люди боятся из этого страха. Они от меня, обо мне в интернете очень много всего сочиняют. Я когда мне скучно, я захожу и начинаю читать про себя. Сколько у меня детей внебрачных там. Сколько чего там. Какой я шарлатан там и все прочее. Очень интересно, столько сочинений там написали. Бог думает. Я сижу, смеюсь иногда. Это страх. То есть люди боятся. Зачем я такие лекции читаю, которые меняют жизнь людей, куда-то их ведут. Может, у него тайные желания какие-то есть по отношению к людям. Может, он их хочет свою веру заманить. Ну, там такие вот всякие вот вещи. Никаких у меня тайных желаний нет. Вы сами это прекрасно видите. Те, кто слушает лекции давно, знают, что я наоборот счастлив, когда вы в своей вере остаетесь и никуда не выбегаете из нее. Я наоборот чувствую себя хорошо, уютно, потому что у меня есть, допустим, своя вера. Она не классическая. Она идет из вед. И раз я лекции читаю, всегда появляется какая-то идея. Может быть, это лучше, раз он так хорошо все говорит. Но когда человек эти идеи все отбрасывает и остается в своей вере, я чувствую, что все нормально. То есть я чувствую, что никакого предательства не произошло. То есть не произошло ничего такого, что я как-то поменял человека, его жизнь, его судьбу, его веру. А просто ему дал знания, инструменты, которыми он может пользоваться. Человек должен быть более развитым, должен широко смотреть на мир. Я тоже пользуюсь разными инструментами. Допустим, я много из разных духовных традиций других беру, каких-то очень знаний. Допустим, христианская традиция, она сильна пониманием, что такое смирение. Допустим, у святого Бенедикта есть 12 стадий описанного смирения. Я их изучаю, тоже пытаюсь понять это все. И 12 стадий гордыни он описал. Ну, то есть есть разные виды знаний, каждая традиция чем-то сильна. Вот, допустим, веды сильны пониманием тонкого мира. То есть они как бы это все подробно описывают. И это хороший инструмент для того, чтобы развиваться. В каждой духовной традиции есть свои инструменты такие, свои плюсы, свои преимущества. Допустим, в мусульманстве есть такая вещь, что у них есть способность быть сильным в отношениях с Богом. То есть люди в этой традиции такой силы достигают, что они даже не боятся смерти. Представьте, человек вообще смерти не боится. Это же удивительно, чудо. Вот, но, к сожалению, если неправильно это все использовать, то как человек использует это свое бесстрашие? Он использует, чтобы убивать других. А вот это уже грех. Понимаете? Поэтому, если ты хочешь духовно развиваться, изучай хорошо, как это правильно делать. Не иди какой-то глупой дорогой. Это очевидно, что это неправильно. Все люди тебе подскажут. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok